Привет, что вы у вас. Действительно, было бы лучше, если бы вы написали, где именно вы учитесь, потому что правилами ресурса запрещено работать и оказывать консультации людям, недостигшим 18 лет, но поскольку ваш вопрос уже достаточно долго находится на ресурсе, и вы не дополнили его, то я предположу, что все-таки вы учитесь в университете, и в таком случае обращаться я буду к вам как к взрослому человеку. Надеюсь, что вы действительно взрослый человек, и вам действительно поможет то, что я хотел бы вам рассказать. Значит, понимаете, в чем дело? Потому что сама идея соперничества в отношении, она не очень хорошая. Потому что получается так, что мужчина, который, например, с вами, который, например, является вашим молодым человеком, он выступает в виде такого, знаете, как приза, что ли. То есть он такой эдакий приз, на который вы боретесь с другой девушкой, хотя в действительности девушка вроде как бы даже не борется за него, она просто с ним заигрывает, это вы переживаете. Но в действительности ситуация такова, что отношения это не какой-то такой аспект, связанный с борьбой. Да, за свое счастье бороться нужно, но как? Вы можете бороться за свое счастье только путем устраивания, путем построения хороших, правильных, здоровых отношений. Но вы не можете бороться с другим человеком, потому что ведь это делает ваш мужчина сам. То есть именно ваш мужчина допустил такую ситуацию. Именно ваш молодой человек позволил этой вот девушке себя, я не знаю, а кому так, или может позволил себе с ней сблизиться и так далее. И возникает вопрос, почему он себе это позволил, почему он это сделал, почему он предпочитает ее вам. Вот этот вопрос, который вам важно для себя самой как бы задать. Почему важно задать? Потому что вы позиционируете и воспринимаете то, что происходит, исключительно на свой счет. Вы говорите, вот я не хочу мужчин терять, я хочу быть с ним, я хочу, я его люблю, оставаться я с ним не хочу. Это все понятно, безусловно понятно. Но и вы, поймите, постараетесь понять такую вещь, что как бы сильно вы не хотели этого, но если мужчина обращает внимание не на вас, а на другую девушку, при условии, что у вас не было каких-то там ссор, скандалов, разногласий, при условии, что вы просто так бы наобщались, а значит, это ни в коем случае не ваша вина, это ни в коем случае не ваша ответственность, то, что происходит. Это мужчина сам по себе так себя ведет, что получается показывает вам неготовность свою к отношениям. К отношениям длительным, к отношениям доверительным, к отношениям стабильным, к отношениям, я не знаю, долгосрочным и так далее. И с этим поделать вы, лично вы, не можете ничего, потому что это выбор взрослого человека. Это выбор взрослого человека, вашего мужчину. И поделать с этим нельзя, к сожалению, ничего. Но вы, если будете пытаться мужчину, как бы это сказать, завоевывать, да, отвоевывать его, отбивать его у девушки, вы будете лишь только внушать ему, что он вам дорого, что он чересчур вам дорого, и что вы желаете быть с ним, и тем самым вы будете повышать его самооценку, и он будет меньше вами дороже. Вот, к сожалению, это именно так. И если вы не хотите, чтобы вам, в ответ на вашу какую-то борьбу, в ответ на ваши усилия по сохранению отношений, если вы не хотите, чтобы вам ответили на это таким вот еще большим пренебрежением, то нужно оставить мужчину там и с тем, с кем он сейчас. А вам самостоятельно нужно выстраивать свою жизнь. Показывать ему, что вы, вообще-то говоря, не собираетесь с ним бегать за ним. Что вы не собираетесь за ним постоянно наблюдать, постоянно следить и так далее, и так далее. Если он хочет быть другой женщиной, как вот это происходит сейчас. Но это его право, это его выбор. И вы этот выбор принимаете, но сами вы также делаете свой выбор, и живете уже своей жизнью без него. По крайней мере, вам важно этому мужчине показать, чтобы он видел, что вы не собираетесь унижаться. Унижаться для того, чтобы просить его, например, быть с вами. А именно это вы делаете, когда говорит, что не хотите с ним расставаться, несмотря на то, что он встречает, как бы, ну, проводит время с другой девушкой. Ведь он, по сути, мужчина, вас предает. Ну, понятно, что именно как предательство воспринимать то, что он делает, делать нельзя. Ну, потому что у мужчины может быть свой взгляд на ваши отношения, у мужчины может считать, что у вас отношения. Отношения такого типа, что там можно позволить себе такие вещи, какие он позволяет себе. То есть, здесь момент, вообще говоря, нуждается, я бы сказал, в определенной такой, знаете, в определенном прояснении, что ли. То есть, нужно, конечно, на возможности как-то с ним самим а вот додумать то, что происходит. Но по вашему описанию проблем, я могу сказать, что вы чересчур много берете на себя и чересчур много думаете о том, именно, что касается, к сожалению, не вас, что касается, к сожалению, только его. И если вы не хотите, не можете его отпустить, то, простите, у вас имеет место быть любовная зависимость, эмоциональная зависимость от мужчины, которая продиктована вашими собственными потребностями. И именно эти потребности вам и нужно проанализировать и подумать, что они из себя представляют. Для чего? Чтобы эти потребности удовлетворять самостоятельно и не быть зависимой от молодого человека. И если вы не будете давить им от молодого человека, вы покажете ему, что вы не собираетесь его ждать вечно и покажете ему, что, вообще-то говоря, он может делать все, что хочет, а вы можете делать то ли все, что хотите, и это ваше право обоих людей свободно. И у меня возникает вопрос, к вам вопрос. Если вы видите, что ваш любимый мужчина на вас обращает меньше внимания, если вы видите, что он придает вас, если вы видите, что он предпочитает другую девочку вам, то почему вы все еще хотите быть с ним? Ведь у него к вам отношения довольно пренебрежительные, и он не считает вас единственной и достойной того, чтобы вы чувствовали себя единственными. Напротив, он полагает, что вы настолько к нему привязаны или настолько вас можно не уважать, что вы будете терпеть такое его поведение. И возникает вопрос к вам, почему вы это позволяете, ради чего? Вот чтобы этого не происходило, чтобы мужчины не могут позволить себе такого поведения, вам нужно работать над собой, над своим женским поведением, над своей самооценкой, над своей гордостью, над самолюбием, над построением личных целей, над образованием личных границ, чтобы мужчина знал цену вашего внимания, вашего общества, ваших чувств и вашей любви. И чтобы он знал, что вы не собираетесь его держать, но если он уйдет, обратно не примите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!